Ну что, Николаевич? О! Григорьевич, здорово! Здорово! Вот, так сказать, воспользовался служебным положением. Всех вычислил. По транзакциям, по счетам, по карточкам. Все здесь. Класс! Спасибо, Николаевич! Я бы без твоей помощи, наверное, их полжизни бы искал. Да брось, мы же друзья. Все это друзей. О, я же тебя с женой еще не познакомил. Вика, иди сюда! Моя половинка. Знакомься, Виктория Меценат. Нет, нет, по паспорту я Круторогова. По паспорту, по паспорту тебя уже знают. Во всех лохотронах, во всех банках. Это мать Тереза всех нуждающихся аферистов. Вика. Очень приятно, Сергей. А вы друг Егора? Да, вот. Так заходите к нам в гости. Мы живем недалеко, по Житомирской трассе, потом налево поворачиваете. Наш домик третий, самый красивый. Мы калитку никогда не закрываем. Ты калитку закрой свою. Давай всем расскажем, где мы живем. Давай расскажем всем, что я возвращаюсь с работы каждый день в 7 часов. В 7 часов. Ага. Что собаки у нас сторожевой нету, потому что ты калитку никогда не закрываешь. Ты видел кого-нибудь такую наивную, а? Скажите, пожалуйста, а кто вот эти все люди и что мы с ними будем делать? О, Викуля, это все члены твоего благотворительного фонда. Да. А сейчас мы из них будем делать жертвоприношение. Да вы не переживайте, пока менты здесь нас не тронут. Ну, не буду вам, как говорится, мешать. Пойду в лес, понятых не найду. Давай. А вот теперь переживайте. Э-э-э, погодите, пускай полиция останется. Мы лучше в тюрьму сядем. Конечно, сядете. Это уже после того, как из больницы выйдете. Ну, это если, конечно, кто-то выживет. Ха-ха-ха-ха. О, смотри-ка слабенький какой. Так, ну ладно. Викуся, я приветствую тебя на шоу «Интуиция». Ништяка, какой приз? Приз? Вот он, ваш приз. Сейчас мы будем угадывать всех этих аферистов, которым ты перечисляла деньги. Давай-ка мы начнем с службы безопасности банка. Ну, того, который тебе позвонил и выудил у тебя пин-код от твоей карточки, а заодно и ЦВВ-2. Ну-ка. Может быть, вот он? Нет, это не я. Тогда, может, вы? Не-не-не-не-не-не. Или вот. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет, нет. Викуся, что-то подводит тебя твоя женская интуиция. А вот моя бейсбольная бита никогда меня не подводила. Сейчас я буду отгадывать. Итак, на кредитах все сидели. Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто не пойдет отсюда живой? А это он звонил. О-о-о. Вот мы и вычислили службу безопасности банка. Отлично. А ты кто? А я... Ваш сын сбил бабушку на пешеходном переходе. Вышлите денег, иначе мы его посадим. Класс! Ага, мы нашли его. Ну, с тобой попозже. А ты... А ты молись. Э-э-э, что за беспредел? Зараз вот лоха мокрушничает, не по понятиям. Вау, какая феня, какая интонация. Прям точь в точь, как у менеджера привата, да? Вика, да как ты могла на такое повестись, господи? Ну, просто он мне сказал, что ваша карточка заблокирована. И чтобы ее разблокировать, нужно сообщить код с обратной стороны. Сначала нужно мозги разблокировать, Викуля. А еще он мне сказал, чтобы мне пришел на карточку бонус, нужно сообщить пин-код от твоей карты. И что, пришел? Бонус? Еще нет, но я жду. А пока ты ждешь, к службе безопасности банка бонус уже пришел. Ах, твою мать! О, точно! Ну-ка сообщите нам девичью фамилию вашей матери. Ах, с***! Красивая фамилия. А теперь назовите любые четыре цифры. Какие? Да любые! За чего? Это будет наш секретный пин-код. Ну, чтобы как-то определить количество ударов на сегодня. Ага, три ноля один. А-а-а, ты умный котеныш, видала какой? Ну, его же нужно поменять. Как? Потому что он слишком небезопасный. Нормальный пин-код? Нет, ненормальный. Нужно поменять. А для того, чтобы поменять, нужно сначала вставить карточку в банкомат. Не-не, у меня банкомат не работает. Ну-ну-ну-ну, не надо. Тебе какой стороной? Чипом вперед или назад? Никакой. Да ладно, боком войдет. А-а-а! А-а-а-а! Ну ладно, продолжим. Так, а кто из вас наш сынок? Который в три часа ночи нам звонил и кричал, я ударил Бентли, мне срочно нужны деньги. Я? Сынок! А вырос-то ты как? А возбужал, сыночек? А-а-а! Викуль, ну что ж ты стоишь-то так? Иди, мать, обними сына, сколько лет не виделись? Ну куда ты идешь? Тебе что, вообще ничего не смущает? Тебе не смущает, что это не твой сын? Тебе не смущает, что у нас вообще дочь? Чужих детей не бывает. Понятно. Сынок! Сколько тебе лет-то? Сорок четыре. Сорок четыре? Да. А что ж ты все сорок четыре года не заходил к своим родителям? А? А я адрес не знал. Ну да. Только телефон. Да и все. Нехорошо так с родителями. Нехорошо, сынок. Посмотри на мать, она же извелась вся. Она же места не находит себе. Она же не знает, где ты, с кем ты, что ты. Покушал ли ты? Одел ли ты шарфик? Ну что, сейчас отец тебе всыпет по первое число. Сейчас я тебя буду драть, как сидорову козу. Ты у меня на пятую точку сесть месяц не сможешь. Ты понял меня, урод? Мать, сын-то у тебя совсем взрослый, а до сих пор под себя писается. Ничего, ничего, все будет хорошо, сынок, все будет хорошо. Папа тебя вылечит от энуреза. Сынок. Я не ваш сынок. Да я знаю, конечно же нет. У нас же дочь. И вот, чтобы мама не путалась, сейчас мы из тебя будем делать дочь. Тебе что больше нравится? Садовые ножницы или по металлу? Да что там выбирать, давай ему тоже через банкомат. О, вам понравилось? Садкись, я все верну. Конечно вернешь. Ты не бойся, папа тебя бить не будет. Если ты папе честно скажешь, куда ты потратил деньги, которые тебе дала мама. На сигареты, алкоголь и ша... Ну, школу? И ша... Шторы? Шалаф. Шалаф, лав, любовь, любовь, любовь. Лав. Ты купил себе любовь за мамины деньги. Шалаф, тихая любовь, да. Ага. Я понял, сынок. Я тебе обещал, что не буду тебя бить. Сейчас мы сядем в нашу новую машину, поедем домой, попьем чаю и поговорим, да? Правда? Конечно, правда. Как только ты подгонишь эту новую машину, которая она у тебя выиграла в этом эксклюзивном розыгрыше, в котором нужно было не платить ни одной гривны, всего лишь одну тысячу гривен на оформление документов. Ты... Урёт. Понапридумывали, блин, разводняков. В моё время вообще такого не было. У нас были только напёртки и всё. О, кстати, хочешь сыграть со мной в напёртки? Да как-то не очень. Поздно, игра уже началась. Кручу, верчу, всех обмануть хочу. Кто смотрит внимательно, тот получит обязательно. Ну, в какой руке Звездюлина? В левой. Правильно! Вставай, 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 вставай. Игра продолжается. И у нас... Призовая игра. Кручу, верчу, всех обмануть хочу. В какой руке Звездюлина? В правой. Неправильно, я левша. На! Встаем, 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 ведь нас ждёт супер-игра! Да какая нахрен супер-игра, я два раза проиграл уже. Ну, вот и супер! Да! Ой, прям хорошо, так как стало. Так, идём дальше. Кому ты там ещё помогала? Я спасла жизнь человеку. Да, я сдала на операцию по пересадке почки. Моя ты сердобольная. Кто у нас почечник? Ага. Как ваше здоровье? Как операция прошла? Не успели. Что случилось? Умер. Как-то не до конца. Сейчас не долечили, получается? Сейчас мы долечим. Наверняка весь вопрос в неправильном диагнозе. Сейчас мы вас диагностируем тут. Сейчас прям тут сделаем МРТ. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Болит? Болит, да? А вот тут? Ай, болит, ну... Смотри, он же весь больной. Тебе лежать надо. Можно я домой пойду лечить? Нет, 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 ты что, это же не коронавирус какой-нибудь. Тут серьёзное заболевание. Сейчас мы тебе почку прямо тут, слева направо переставим. Право налево, слева направо. Егорышка, а он просил ещё и на сердце. Проблемы с сердцем у него. Да ты совсем больной, слушай. Прилечь тебе надо, я тебе как доктор говорю. Сейчас я тебе анестезию сделаю. Ты полежишь, отдохнёшь. Кстати, сколько ты ему перечислила, чтобы понимать дозу для анестезии? Пять тысяч. Да тут на две дозы хватит. Не надо, я совершенно здоров. Как так? Уже? Да. Свершилось чудо! Мы исцелили человека! Ну надо же! И сказал он ему, встань и иди! А потом добавил, ляжь и лежи! Егор, Егор, а можешь мне скинуть две тысячи гривен? А то мама пишет в Фейсбуке, что ей нужно на билетик. Она приедет и сразу отдаст. Бедная мама. Кто у нас мама из Фейсбука? Моя ты ласточка. Мама! Мы же вас так ждали! Вы же не будете бить женщину? Нет, нет, нет! Что вы, мама? Я же вас так ждал! Я так скучал! Дайте я вас обниму! Мамочка, я все понимаю, у вас сложное положение сейчас. Вам же нужны деньги на лечение вставной челюсти. У меня зубы у меня свои. Это же пока мы не закончили. У вас все в порядке. Давайте полежите тут. Сейчас, сейчас, к вам дойдем. А ты че дрожишь? Кто ты, тварь дрожащая? А? Кто ты? Беспроцентные кредиты? Или ты еще один наш сынок? А? Вика, ты ему перечисляла деньги на лечение заикания? Вот и я тебя спрашиваю, говори, сволочь! МММ? М-бэй. М-бэй? М-бэй. Это что за хрень-то? Я не знаю. Мы занимаемся лечебной косметикой. Так, слышь, косметика, давай вали отсюда, не до тебя сейчас. А ну стоять, тварь! Это же та самая лечебная косметика, которая мне не помогла. У меня потом прыщи были на лице, а у Светки чаряк на заднице. Мя! 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 Лучше бы я сыну помогла! Не, мне больше не надо! Успокойся, успокойся. Так, косметика, давай вали отсюда. Ага. Пока живой. А хотите бесплатный пробничек? Я тебя сейчас убью, иди отсюда. Успокойся, успокойся. А ты? А я? Ты кто? А я тоже косметика. Да? Можно я пойду? Не, я чую, что ты аферюга. Да я правда, я косметика. Купите крем от морщин. Смотрите, ни одной морщинки. Да ты сплошная морщина, сволочь. Кто ты такой, а? Я ничем противозаконным не занимаюсь. Да? Простите, тут произошла какая-то ошибка. Вспомнила. По вот этому, простите, произошла какая-то ошибка. Вспомнила. Он же больше всего денег тянет. Я работаю в центре коммунальных платежей. Газ, вода, отопление. Убей его! Тихо, тихо, тихо. Я тебя давно искал. Ты скотина. Я газ за свои бабки проводил. А ты с меня еще за транспортировку берешь. Я всего лишь исполнитель. Заказчики наверху. Ага. Вы не поверите, я и сам им плачу. Да, 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 да. Я вспомнил, он и мне каждый месяц звонит. Аферюга такой, а? Это не я. Ах ты, падла. Это из-за тебя я начал вот этим заниматься. Братан, отдай его нам. Налетай на него! Давай! Сейчас! Сейчас все свои сожжайся. Григорьич! Вот еще одна аферистка поймала, понимаешь? Ты что, придурок? По транзакциям, понимаешь? С твоей карточки на ее счет постоянно деньги уходят. Давай, ну-ка, дай. Григорь, что такое вообще? Я не поняла, что такое. Ну-ка, заткнись, аферистка. Егор! Это что здесь происходит? Вика, это я тебе сейчас все объясню. Это не то, что ты подумала. Все ясно, Егор. Ты попал. Ты попал на удочку вот этой вот аферистки. Это же аферистка. Она позвонила тебе и сказала, я твоя сестра. Скинь мне денежку. Правда же? Да. Да. Что смотришь, аферистка? Обманула меня еще тысячу таких, как я. Егор, что такое? Что происходит? Я не поняла. Так, ну-ка, пойдем. Сейчас понятым это будешь объяснять. Что это за объект находится на нашей ракете? Я не знаю, что это, сэр. Вчера вечером этого еще не было. Так узнайте. Может быть, это русские хотят сорвать нам старт? Вряд ли это они. Русские бы попытались отравить нашу ракету, а не подарить ей подарок. Разве что это сделал какой-то новичок. Украинцы. Но зачем украинцам нам вредить? Может быть, это их старый спутник летал, летал и случайно упал прямо на нашу ракету. Вероятность такого попадания один на миллиард. Это точно украинцы. От них можно чего хочешь ожидать. Это ведь они придумали вертолет и ракетный двигатель. Они в этом профи. Здоровенькие были. Это и есть украинцы. Идите, Джон, я разберусь. Все нормально. Закрепил вроде крепко. Можно запускать? А, вы ж америкосы, вы не разумеете. Сейчас скажу. Hello, kiss my ass. А, нет, это не то. Сейчас, секунду. My name is... Кто вы такой? О-о-о! То ты по-нашему базаришь. Класс! То нашу я тратил два доллара на эту фигню. Мой отец украинский ученый. Много лет назад переехал сюда. О-о-о! Так ты семейная! Ха-ха-ха! Класс! Я думал, будут там вопросы. А тут все нормально, намази. Что вы тут делаете? Я выполню указ президента. Байдена? Ты знаешь, у нас там все так заплутано, что может и Байдена. Как вы сюда попали? Это секретный объект. О-о-о! Да-да-да-да-да! Масочку требует одеть, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Какую масочку? У нас тут три уровня защиты. Тут три масочки. Сейчас. Моя стреляет. Я имею в виду, как вы прошли наш пост охраны. То я, ну, просто... Подягнул маску, перешел до охраны, Кажу, хеллоу. Он и стоять в масках, и такие, хеллоу. Ну, я и пришел. Откуда у вас наш пропуск? А, то мне дал Илон Маск. Что? Сам Илон Маск вам дал? Вы что, шутите? Не, не, не шучу. Але мы с Илоном поржались знатно. У нас с Маском состоялся бартер. Значит, он мне ваш пропуск, а я ему нашу и травки. Называется сорт Рокот-космодрома. Бомба-ракета. Хочешь? Как вы провезли наркотики через границу? Ну, ты не сидел, ты не поймешь. Во-первых, не через одну границу, а через четыре. Це ж казацька. Ну, топту, с Казахстану. У-у-у! Так модняло. Хочешь? Нет, нет. Что вам здесь нужно? Як шо? Ну, запустить украинский супутник СИЧ-2. О, нет, нет. Это невозможно. Да шо значит невозможно? Ну, шо ты прикалывайся? Ну, вы же запустили машину, эту, Теслу. Шо, вы телевизор не запустите? Какой еще телевизор? Да, это я так наш супутник называю, бо его робили на заводе «Электрон». Да, а он раньше же робил телевизоры, а это сейчас он делает троллейбусы. У-у-у! Ой, я ж тебе разстрендил в государственную тайну. Мені тепер треба тебе вбити. Пісня ціна в нирок от космодрома. Нет, нет, нет. Давай, давай штатетник забьем. Уберите, уберите это. Что это? Троллейбус? Или что это? Спутник? Или телевизор? Так неправильно. Так нельзя. Нельзя таки высокие ракеты робить, що еле залез туда. Как ви это туда прикрепили? Украинским народным способом. Сыня, ізолента і суперклей. Снимите это немедленно. Опа, снимите, ну алло, ти шо? Я пивночий туди карабкався. Підем пивночий клеєв, ще феном це сушив. А тепер снимите, ну алло. Вы що, не понимаете, это, вот это, его не удержит. Ми шо, перший раз супутник запускаем? Я того разу навіть суперклей не брав. І нормально, вот так вот. Снимайте его немедленно, снимайте все. І везіть його домой. Ні, ні, дому вже не получится. Бо в контейнере, в якому він їхав сюди, там вже місця нема. Там їде бита Мазда і утоплений Мерс. Все мені сказали, так відбиті деньги за проєзд. Нє, нє, все, я висіваю охрану. А, давай. Секюрити, кодрит, кодрит. Воз'я! Но, вот це, я не можу запустити в космос. Це опасно. Це непроверений об'єкт, який може при старте взорвати всю ракету. Супер! Вобще супер! Що значить супер? Якщо при старте взорветься, це вобще супер. Бо президент як сказав? Запустить. Але щоб літало, він не казав. Ну, як ви можете так роботати? Та як? Ну, нормально. Нам кажуть щось робити. Ми робимо. Вони кажуть, ні, не то. Ми переделываем. Потім здаємо. Вони кажуть, ні, не то. Знову переделываем. У нас все так робиться, навіть дороги. Ну, це ж дурдом. Нє, то стабільність, чувак. Ну, давай, слушай, ну, скоріше. Бо нам ще встигнути треба до Дня Незалежності. А какая зв'язь між запуском спутником і Дня Незалежності? Ось це я не знаю. Ну, ми там, ти знаєш, начебто боремося з цими пережитками комунізму. Але таке впечатлення, що ми строїмо новий. Нє, нє, ми не можемо допомагати строительству комунізму. Нє. Та ну, слухай, ну, шо ти начинаєш? Ну, шо тобі впадло нажати? Мені не впадло, але я не можу запустити в космос, що попало. Шо попало, це у нас Верховна Рада сидить. А це, і шо, подивись на це, це вінец інженерної мислі Укркосмоса, український супутник Січ-2. Окей, а де тоді Січ-1? Січ-1. Він бороздив-бороздив простори космосу і добороздився. Десять років тому його запустили, він рік політав і крякнув. Де він зараз літає, ми навіть не знаємо. Може, навіть над нами, а ми і не знаємо нічого. Зв'язку ж немає, утеряно. Тобто як це немає зв'язки? Ну як, як? Ну там симка лайфа стояла. Вона і тоді не везде брала. А потім, коли ми забули поповнити рахунок, то вообще зв'язку обробила. Нет, нет, я не можу для себе взяти відповідальність запустити цей неізвісний об'єкт. Це моє останнє слово. Нет, і все. Хорошо, тоді ход конем. Що це? Шоколад? С горишками, да. Дякую, я не їм шоколад. Та ну хоч горишки повиколупуй, на. А почему він без фольги? Фольга пошла на більшіні ціли. Ну о, ти бачим, воно ж должно було біть похоже на щось космічне. Пришлось сожрати 4 ящика шоколада. Ви що його ще? Фольгой з шоколаду облепили. Ну оно ж красиво. Я не буду запускати цей мусор в космос. Там на орбите і так полним-полно його. Щас, щас я позвоню садовому. Ну це мэр Львова. Він тобі розкаже, що робити з мусором. Хочеш? Не треба никому звонити. Я ні з кем разговаривати не буду і запускати. Я лично нічого не буду. Як хочеш, тоді я сам нашу. Э-э-э-э-э-э! Що? Я запустив! Это кофемашина. В смысле? Ви запустили кофемашину. В космос? Чашку. Блин, це шо, оце вот управління кофемашиной? Частично, да. У нас в центре управління полётов менше кнопок. Вот і відійдіть від цих кнопок. Нічого я вам запускати не буду. Ну, блин, ну шо ти пикуєш? Ну, алло? Ну, вийді ж в положення. Ти ж, ну, земляк чи як вообще? Ну, і якщо я не запущу, я ж сорву державну програму космическую. Мені не дадуть премію за третій квартал. А в мене діти маленькі, 32, 24 і 18. Діти? Дітей я люблю. Ладно, давайте я вам помогу. Только мне нужно знать більше інформацій про этот спутник. Все тебе расскажу. Хорошо. На чём основані ваші разработки? На голом ентузіазме. Ну, должно б получиться бомба-ракета. Як концерт на Софійській площі. Окей, окей. Пафосно, конечно, але все равно буде фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу И мы записали три трека Ольги Поляковой, «Шлёпки, плавки» и «Королева ночи». И всё, и поиск пошёл. Вы серьёзно думаете, что неземные цивилизации как-то расшифруют этот сигнал? Сто відсотків! У нас на землі, коли це включаєш, со всех сторон, со всех щелей гуманоиды начинают лезть ганделику. Все! Окей, может быть, мне это просто непонятно. Хорошо. Хорошо. Второй выключатель что делает? Второй тумблер. Там, короче, невелика проблемка. Ну, вообще-то, он должен был фоткать землю, но когда его включаешь, электричество в трёх областях тухнет. Поэтому мы его заварили, и его лучше не трогать. Окей, не трогаем. Что делает третий тумблер? Третий тумблер – это спецпроект. Не можу сказать. Ну, ладно, тобі скажу. Короче, тики по секрету. Коли включаєш третий тумблер, запускається трансляція каналів 112, Зиг і Ньюс Ван. Я не понимаю, що це. Та шо тут понимать. Нам за цей третий тумблер дали стільки грошей, щоб більше, ніж на супутник, вместе з вашою ракетою. Що? Вот це дороже стоить, ніж наша ракета? Ось це – це вершина айсберга. Вообще, по цій косміческій схемі 15 чоловік получили квартири в Києві. Що і тачки нові купили. Да. Ну, це ж корупція. Ні-ні-ні-ні, корупцію ми перемогли. Да. А це – це талант. А, окей. Ну, давай. Я нічого не понял, но, как говорят у вас, хрен с вами, давайте работать. О, чувствується в тобі украинська кровь. Окей. Ігнішн в 5. 4, 3, 2, 1. Ігнішн. Ха! У-у-у-у-у! Пишло! Удивительно, но оно взлетело. Взлетело, я не ожидал. А-а-а-а-а-а-а-а-а. І політ йде нормально. О-о-о-от. Я тобі казав, все буде нормально, а ти бзів. Слухай, можна телефон подзвонити, бо у вас рома капець дорогий. Алло! Алло! Доброго дня! Місія виконана! Хто я? Головка лисая. Алло! Ну, хто хто? Ну, лисий, ну, лолик, вы ж меня отправляли. О, да, короче, передайте там всем, что миссия выполнена. Готовлю дырочку. Да не, под медаль, алло. Средки они там таки берутся? Что-то происходит странное. Что? Какой-то неопознанный объект по траектории летит прямо к нашей ракете. Столкновение неизбежно произойдет через... Что это такое? Это СИЧ-1! Ай, взорвался! Блин! Ракета взорвалась. Ракете вашей, конечно, капсдос. Да. А у меня трансляция пришла. Все нормально. Спасибо большое за сотрудничество. Когда у вас новая ракета? Не скоро. Я приду. Где у вас тут маршрутка на Нью-Йорк? Там. А вот у меня еще вот один вопрос. А... Яна, ё-моё, так куплю я тебе твой 12-й айфон. Не надо прямо так на него зарабатывать. Ё-моё. Иосиф 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 Иосифович, я вам перезвоню. Ты что, показывала сиськи какому-то Сталину? Кому? Кому ты звонила? А, это была онлайн-консультация. А, вот так вот это называется, да? Онлайн-консультация. Раньше это была просто порнушка на веб-камеру, а сейчас это онлайн-консультация. Класс. Класс. Ну я серьезно, это была онлайн-консультация у врача, у мамолога. Мамолога, да. А потом я увижу твои сиськи в каком-нибудь телеграм-канале сиськи на скорости, да? А, Егор, ну что ты такое говоришь? Ну, понимаешь, просто сейчас все больницы закрыты, вот, а врачи могут тебя по скайпу проконсультировать. А деньги ты этим врачам тоже на камеру показываешь, да? Нет, я им на карточку отправляю. Это хуже. А что, действительно больницы прям все закрыты? Ну, работают только инфекционки. Но если у тебя проблема, то врач может тебя проконсультировать онлайн. Тут онлайн не получится. Тут такая проблема, что надо ехать. А, коронавирус? Жопа на приагус. А что это такое? Геморрой по-старому. А это то же самое, что было у Танькиного мужа? Нет, у Танькиного мужа вот там вот действительно. Он кредит в долларах взял. А у меня просто задница болит. Зайчик, дай подсёму. Яна, ты в своём уме, ну ты чего? Ну, Пусть, ну пойми, что с геморройом тебя в больницу не примут. У тебя должны быть какие-нибудь симптомы коронавируса. Вот скажи, ты кашляешь? Слава богу, нет. Если бы я ещё и кашлял, мне бы в два раза больнее было. А запах и вкус ты чувствуешь? Вот если я кашляну, то запах все почувствуют. Слава богу, слава богу, слава богу, слава богу. Слава богу, слава богу, слава богу. Так, а откуда он у тебя? Да ну откуда я знаю. На карантине долго сидели, вот я и насидел. Слушай, ну смотри, я тебя сейчас запишу на онлайн-консультацию к врачу. К мамологу. А чё, у тебя ещё с грудью проблема? А ну попрыгай так, как будто ты искачешь на лошадь. Яна, у меня нет проблем с грудью. У меня есть только одна проблема. С моей подружкой. У тебя нет подружек. Я про свою задницу. Ах, господи, я не знала, что вы дружите. Хорошо, сейчас вот я запишу тебя к проктологу, и ты ему всё покажешь. Что покажешь? Я не собираюсь ничего показывать. Ой, Егор, я тебя умоляю, ну тут ничего нет постыдного. Вот я, например, уже два раза ходила на приём к гинекологу. Это вы вообще, женщины, можете себя всему интернету показать. А я не такой. Что? Что? А ты вспомни, как мы с тобой познакомились. Ты мне в интернете скинул свою голую фотку и... И ты влюбилась. И я поржала. Как поржала? Вообще-то там просто ракурс неудачный был. Я в следующий раз не буду со стороны живота фоткать. Ну, короче, не важно. И это, давай, собирайся, поехали в больницу. Да тебя без симптомов не примут. Примут. Если что, я им прямо в приёмном покое, как кашляно. Господи, да не выдумывай. Да это ты не выдумывай. Ну, о чём ты говоришь? Ну, какой онлайн? Ну, а если у меня, не дай бог, аппендицит, то мне что его, на камеру самому себе вырезать, что ли? Господи, ну какие ты глупости говоришь. Ну, зачем тебе резать самому себя, если у тебя есть я? Лена! Подожди, 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 подожди секундочку. Ты вообще себе представляешь, как проходит лечение геморроя? Ну, чисто теоретически, да. Но я же как-то курицу фаршировала. Это что это ты показываешь? Фаршировку курицы. Ты сейчас не курицу, а то и индюшку показываешь, а то и корову. Ой, господи, Егор, ну вот, ну вот Викусин мне рассказывал, что даже Саша пошёл на онлайн-консультацию к урологу и ничего не стеснялся. Да ладно, Вика просто в комнату не вовремя зашла, вот Саня и отбрехался. К урологу он ходил. Хорошо, не хочешь звонить доктору? Давай, давай свечку поставим, а? Ага, за упокой моей жопы. Да, да лечебную свечку. Я тебе сказал, я не индюшка. Я себя фаршировать не позволю. Всё, звони доктору. Ну и как ты себе это представляешь? Как я ему буду звонить? Вот так? Как? Вот так? Здравствуйте. Я тебе помогу. Не надо мне помогать. Что? Не хватало ещё. Я понимаю, партнёрские роды, но партнёрское лечение геморроя – это уже слишком. Ты как хочешь, а я в больницу не поеду. Я боюсь заразиться. Ну, допустим. Допустим. Если я даже позвоню. А как он поймёт, что я к нему на консультацию, а не просто показать своё отношение к медицине? Да просто не надо сразу всё показывать. Для начала просто поздоровайся. Скажи «здрасте». Я сейчас не смогу этим местом сказать «здрасте». Максимум «фэвэт». Да ртом, ртом. На. Добрый день. Что вас беспокоит? Здрасте. До свидания. Ну, Егор! Я не могу. Я не... Ну, как ты себе представляешь? Ну, как я какому-то первому встречному, поперечному возьму и покажу свою задницу? Господи, да это его профессия. Ну, что, что профессия? А вдруг к нему какой-нибудь коллега зашёл? Или ещё хуже? У него день рождения. Ну, представь себе, куча друзей на большом экране, большими цифрами, 60 лет, и тут появляется на экране, она и говорит «фэвэт». Да не будет там никого. На, всё. Слушай, я не буду звонить. Я могу ему рассказать, показать на пальцы. Я могу рисунок нарисовать. О, я могу сделать селфи задницей. Ну, типа, она сама это сделает. Такое же бывает. И подпишем «Анонимус». Во-первых, это называется «Анонимус». Я знаю, как это называется. А во-вторых, врач должен всё вживую посмотреть. Ну, что он увидит вживую через эту маленькую камеру? Да я поставлю просто хорошее расширение видео. Не надо мне ничего расширять. Я хотела как лучше. Яна, ну, так, давай забудем это всё. Мне легче, мне уже ничего не болит. Всё хорошо, давай смотреть телевизор. Распьётся решил что-то самое. Ну, что, посмотрим телик, да? Да, да, да. Яна, блин! Ладно, ладно, я позвоню. Где мои праздничные трусы с жирафиками? Зачем тебе они? Я хочу произвести на доктора хорошее впечатление. Да, доктору всё равно в каких-то труселях. А мне не всё равно. Господи, ты не так тщательно готовился к нашему первому сексу. Но в нашем первом сексе не было доктора. И я снимал это видео просто по приколу. Звони. Не подглядывай. Здрасте, доктор. Здравствуйте. У меня тут, короче, проблемка. Понимаю, показывайте. Ага, сейчас. Ух ты! Ничего себе! Какой у вас глубокий кариес! Чего? Какой ещё кариес? Яна, ты к кому меня записала? Прости, пожалуйста, я, видимо, случайно кнопочки перепутала. Записала к тебе к стоматологу. Ты куда? Я сейчас быстренько всё переделаю. Блин! К стоматологу. Хорошо, что он меня сразу пломбировать не начал. Я сейчас это точно запишу к проктологу. На этот раз это будет точно проктолог? Потому что если это будет окулист, если он будет задавать свои дурацкие вопросы... А что это, ресничек нет вокруг глаза? А почему зрачок расширенный? Срачок. А почему только один глаз? Вы что, циклоп? Егор, иди, всё, я всё сделала. Давай. Блин. Э, Ян, я что-то не понял. Я ещё ничего не нажал, оно мне уже мою задницу показывает. Ой, прости, это я поставила на видеозапись. На запись? Ты чего это, записывала, что ли? Хотя я случайно. Случайно? А мне потом оправдываться, как в дюбе? У каждого мужчины свои слабости. А у меня это хобби. Я люблю звонить докторам и показывать своё. Давай я выключу. Не надо, не прикасайся к нему. Изведи его, смотри, телевизор. Он заглянул вовнутрь, и перед ним открылась бездна. Глубокая бездна. Яна, переключи на новости, пожалуйста. Спасибо. Именно так сейчас выглядит тоннель метро на Троещину. Яна, можно какой-нибудь спортивный канал? Отличный проход, бросок, гол! И он приносит своей команде очко. Яна, выключи телевизор! Здравствуйте, доктор! Добрый день, чем могу помочь? А вы проктолог? Да, Олег Николаевич проктолог. А вы точно проктолог, не окулист? Точно. А друзей там у вас рядом нет? Послушайте, я проктолог, у меня вообще друзей нет. А, ну, хорошо. В общем, у меня, ну, как бы, вот. Послушайте, вы слишком близко стоите, не могли бы вы немножко назад отойти? Ага, ага. Вот так нормально? Приветики! Давно не виделись. Очень интересно. Да, прям Netflix. Ну, чё, как там? Как, как, как вам кверху? Послушайте, на самом деле, вот, ничего такого прям трагичного я не вижу, но всё-таки вам придётся сначала сдать анализ. Как, на компьютер? Нет, почему, дома и прислать. Фотку? Нет, вторую. И прислать нам в лабораторию. А как, через новую почту? Нет, лучше лично. Знаете, лучше приходите лично, и тогда я смогу поставить вам диагноз и назначить лечение. А по видео что, нельзя сказать? Скажу. У вас геморрой. Вот. Я вам советую записаться ко мне на приём. Моё расписание есть на сайте, вот. Поэтому, ну, скажем, завтра на 15.00. Хотя, в принципе, вы всё это могли узнать и без видео. Подождите, а чё, так можно было? К вам можно при... А? Яна! А-а-а! Ты знала? Ты знала, да? А ты знала, что геморрой заразный? Не заразный! Ещё какой заразный! Вот посмотришь, как только я тебе кредитные карточки заблокирую, наличку перестану давать, а на Новый год Дед Мороз тебя поздравит онлайн и покажет на камеру 12-й айфон. А-а-а! Всё! А-а-а! 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 У меня важный звонок. Я буду звонить министру здравоохранения и покажу ему своё отношение к карантину. Ну, сейчас! А тепер до гарних новин. Після гучного скандалу з парочкою закоханих, міський голова Івана Франківська запропонував усім охочим можливість зайнятися сексом на ратуші міста. Вартість такої послуги – 100 тисяч гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Господи, та я ж просто ляпнув! Та я ж приколовся на цьому Фейсбуці! Що-що, новину робити! Та шо це за журналістика у нас така? Яна, зайди до мене! Одну хвилиночку, шеф, трішечки занята. Це терміново, Яна! Ага, ага! Так, я вас записала. Ні, на жаль, на 8 березня вже все розписано. Найближча вільна дата – 20 квітня, так. Ні, на Пасху ми не працюємо. Боже, шо ви там освячувати збираєтесь? Прошу. Все, ти наговорилася? А тепер піди, подзвони на той канал і скажи, шо вони там всі… Та, слухаю. Ні, з тваринами не можна. А, ви будете займатися з людиною тваринку просто нізким залишити? Добре, записи. Так, прошу. Яна, з ким ти весь час балакаєш? З ким, з ким? З клієнтами. Після вашої пропозиції «Секс на ратачі за гроші» Люди почали дзвонити та записуватись. Я ж просто пожартував. Знаєте, в наш час не дуже зрозуміло. Хто є в ледо жартують, то серйозно. Я не розумію. Шо, жителі нашого міста нормально це сприйняли? Ой, ще як. Вони тільки дізналися, одразу відреагували дуже добре. Та, слухаю. Ой, зараз. Шеф, просять картку постійного клієнта. 20% на кожен другий секс. Що казати? А я свідки знаю. Добре, оформлюю вам картку «Ратушний дзьобарь». 20% на кожен другий секс. І 30% на день народження. Але тільки це вам індивідуальна. Гостям поповній. Прошу. Яна, що це в нас тут коїться? Що, що, шеф? Ви придумали геніальний стартап. Який ще стартап? Ніякий... Алло? Оу, єс, єс. Віза, мастеркард. Йовро-доллар zeroць. Биткоини. У compatri. А, надавайте чиється вдруг? Коли люди? Охiovую. Вьетどう? Вісім. А, я слишком ohne, ми в synthes peut? А,lictピ indicate�. Я понятно. Окей, в smoothly voltage в Україну. Мх, мхм. Вщепнить меня. Шеф, мне никогда с вами заниматься этими сексуальными забавками. А дальше заканчивается это ваше «вщепнить меня». А мне надо сексом заниматься. Что? Ну, сексом на ратишке. То есть? Ну, с клиентами сексом. Ой-ой, у меня же голова кругом. Они же постоянно мне телефонуют. Шеф, нужно сделать сайт. Как еще сайт? Звичайный сайт. Людина зайшла на сайт, заареструвалася, обрала собі послугу, оплатила. И в я на ратишке. Только давайте придумаем назву сайту. Так, я пропоную вам секс на ратишке. Go.ua Go.ua? Ты понимаешь, что такое ГОВ? ГОВ – это говернмент. То уряд, если там у Киеви дизнаются, про это, они приедут и секс будет не на ратишке, а в этом кабинете. И не с тобой, как обычно, а с мной. Так, я продолжаю співпрацю с группами в соцмережах. Какими еще группами? Ну, эти, которые раньше называлися. Мой любимый Иван Франкес, мои члены города. А сейчас они переименировались. И теперь это Чпок на ратуше Шпили-вили на головном шпиле И ратуша Трахуша Как еще ратуша-трахуша? Это какой-то капец Там очень много вопросов и предложений Вот одна из них Пропонуют заменить памятник яичку Який стоял перед ратушою Тобто заменити? Ну как заменити? Доповнити Как то доповнити? Это же памятник Чтобы его как-то заменить То треба скликать целую сессию Та тут питань на три целых сессии И вот я найголовнейший из них Виписала Так Чи будуть знижки для пенсионерів? Скільки кошту просто подивитися? Так, ну да, я просто подивлюся Яка максимальна кількість учасників? Чи є там кава, чи брати з собою? Чи є ратуша Айкос Френдлі? Вибір партнера вільний? Чи є якісь обмеження за статтю? Чи допоможе держава з партнером одиноким людям? Чи то в нашому місті стільки спочинців? До речі, дзвонила ваша дружина Я вас із нею сьогодні записала на ратуші на вечір Я нікуди не поїду! Добре, тоді я можу вашого водія відправити? Тобто? Ну що він її завіз додому? А, завіз додому? Так, так, можна Так, а ратушу можу принести на вашу річницю весілля Сюрприз, а? Який ще сюрприз? Ти що, хочеш мене прославити на всю Україну? На весь світ Що? До речі, Ілон Маск написав у своєму твітері Що не буде їхати до музею космонавтики на Житомирщини А приїти до нас на ратушу Сам? Ілон Маск? Так, бо за перспективами майбутнього прибутку Ваша ідея секс на ратуші Обігнали його Теслу І найголовніше Ми можемо працювати у локдаун А як у локдаун? Ну як? Ну, за законом, що закривають? Кіно, музеї, ресторани А про ратушу? Ніць ні слова Та слухаю А, зараз запитаю А, тут питаю, чи можна 50% заплатити, якщо чоловік один? Тобто один, а що він там буде робити один? А, ні! Звісно, ні! Господи... Вибачте, у нас тільки парні заявки там Та що ти з ним розмовляєшся? Якийсь змочений, скидай слухалку! Ще втрачаємо гроші Треба щось придумати У нас же у місті дуже багато одиноких людей Давайте так Ранкові години для одинокарів А? До десятої Тобі потрібен психіатр Точно О, дивись Вже приїхали Я з цієї кашки відбачиваю Ранок-панок можна, йо? Йо? Добре Тобто забирайте її А, ні-ні-ні, шеф То до вас Це головний лікар нашої поліклініки Він записувався Прошу Я до вас, пане меори Світо свого посвоє, йо? Так, так, так З якого приводу? Я, Лярмово, приїхав сюди До шпунту вирішити питання Постачання нового обладнання, йо? А, слухайте, ви Дуже невчасно зараз Ковід-фонд пустий Грошей немає Тож приходьте через рік А краще через два До побачення Ні-ні-ні, нам гроші не треба, йо Ви тільки дайте добро А ми вже своїми силами все впораємо Тобто, своїми силами Ну, як то? Ми, за вашим прикладом Дозволимо усім бажаючим У вашій лікарні Займатись сексом за гроші Сексом? Ну, тобто, робити йо-й Йо-й Робити йо-й у лікарні? У нас, до речі, у лікарні На даху є Є Оранжерея Оранжерея, зимовий сад Скляний дах Там так файно робити йо-й Я це особисто перевірив Лежиш такий на зорі Дивишся Вона там тобі умшляк робить Йо-й Слухайте, лікарю Вам самому потрібен лікар Так у мене є Лікар Шо? Така чічка, йо-й Ми ж, до речі На даху там перевіряли зорі Я вам кажу У нас такий потенціал У нас дуже багато моцних Файних дівок-медсестер Кремязних хлопів-медбратів Багато вільних коїк Ми взагалі-то Народжу-ність місці підняти можемо? Лікарю Моя відповідь – ні Ви не розумієте Якщо ця тема вистрілить Ми самі закупимо телевізори Кондиціонери в палати Нові ліки Обладнання нове закупимо По роках? Ні, і ще раз ні А-а-а, зрозуміло Собі все захапати хочете Дірвався до бобу лесу Як дурний до мела Диви, як я воно хапав Собі від жар Нічого Я піду до міністра У міністерство Міністр наш полюбляв Усякі сексуальні дурнощі Яно! Лікарю, я вас проведу Не треба Він сам знайде вихід З будь-якої ситуації Іди сюди Дурний до що не боїться? Йо? Але ви держі Сідай Сідай Кажи То на ратуші вже люди були? Йоооой Вже були? А куди вони гроші платять? Поки що на мою картку скидають Призначенням платишу Секс на ратуші Знаєте, але деякі Просять чек Ну, люди у відрядженні Їм треба в бухгалтерії Звітуватися А що, багато вже зібрали? Йоой Достатньо, щоб поруч також побудувати ратушу Але наступну ратушу треба утеплити Угу Утеплити Ну, давайте будемо роздавати пледи Давайте уфошки поставимо Давайте глінтвейн будемо наливати, як на ярмарку Що ти пишеш? Я записую за вами Ти що з глузду з'їхала? Я тебе троллю А я цілком серйозна, це дуже гарна ідея Господи, Боже ж ти мій А ще треба підлогу поміняти Знаєте, зробити її м'якіше Бо каміння Угу Поміняти підлогу? Угу Ти розумієш, про що ти кажеш? То історична пам'ятка 18-го сторіччя Я вибачаюся, але ваша історична пам'ятка дуже тисне у попу Угу У мене навіть синці залишилось Ти що, там вже була? А як ви думаєте, я продаю людям не саме що? Ви не хвилюйтеся Я запущу проєкт І віддам його департаменту молоді та сексу Якому департаменту? Ну, молоді та сексу Що? Ну, раніше він називався молоді та спорту Але у нас в Україні набагато краще із сексом, аніж із спортом Так, ви тут всі зглузду з'їхали Ну, тікай звідси Зараз я подзвоню батюшці Скажу, щоб він прийшов Та освятив Це місце І на цьому все закінчиться Алло, доброго дня Отець Стефан Це мер турбує Слухайте, а ви зараз де? Як на ратуші? І з матушкою? Поломників привели? А як же ж? Там же ж не зручно Там же ж місця мало А ви у Львові? Тобто не у нас на ратуші Ні-ні-ні, нічого, я потім перезвоню Відпочивайте Ось сюди Та? Хто питає? СБУ Вибачте, я на жаль зараз мера немає Що йому переказати? Що гарно йде секс на ратуші? Добре, передам Хочете замовити групову заявку? Та-та, записую А скільки вас людей? Ого Я тоді вас запишу у три етапи Ага Для держслужбовців у нас знижки Та Вітаю вас, пане мер Вітаю Я з приводу сексу в школі Що? Ні, ні, і ще раз ні Так Так І ще раз так Зрозумієте, я більше не хочу клянчити у батьків на ремонт та штори Я хочу, щоб вони добровільно і з задоволенням за це платили Як ви це собі уявляєте? Я все порахувала Значить, на ремонт школи нам потрібно десь 10-15 актів Актів? Так Ви з грусту з'їхали Та ж школа, там діти І вихід є Оголошуємо карантин Зараз це взагалі не проблема І всі класи вільні В учительський дорожче У директора подвійна ціна А з директором Стоп! Ви, ви чуєте себе? Що ви таке кажете? Ви наша альма-матер Ви храм науки А буде трах науки? Ці 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 ці! Господи, Боже, чі ці! Доброго дня, пане мер! Я до вас з пропозицією Нам треба зробити ремонт у храмі І ви туди ж? Що ж цякоється? Ви що, хочете сексом займатися у церкві? Ви ще продавайте послугу потримати свічку! Але я мав на увазі гроші з бюджету А, тобто, ніякого сексу у церкві не буде? А вам я раджу прийти у храм, сповідатись Я прийду Вибачте, вибачте О, ой, 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 господи Ми це все обридло Пиши указ Указ мера Від сьогодні На ратуші Та в будь-яких інших закладах місця Секс заборонено! Все! Ага Так, а що робити з дірою в бюджеті? Це не твоя діра Я з її дірою якось сам впоруюсь Якщо не розумом, то своєю дупою закрию Так, все, іди працюй, іди! О, Господи Боже ж мій! Через одну необережну фразу Стільки галасу! Кошмар! А тепер до гарних новин За заявою міського голови Івану Франківська Він готовий власною дупою закрити діру в бюджеті Та я ж не це мав на увазі! До мерії міста вже вистроїлася черга з представників ЛГБТ-спільноти Хто? Яно! Яно, зайди до мере! Подзвони на той канал! Скажи, що вони там всі очмані... Що це, це з каналу? Це президент Щось притуватög? Та! А мер зараз сережки Поїхав до дружині купляти А, так А ви дзвоните з приводу Сексу-на-ратіші? Я зараз подивлюся, куди вас записати А ты? А, вам нужен мэр. Я даже не знаю, сколько вам это будет стоить. Просто напишите сумму. А в гривне писать или в евро? Извините. Извините. А, вам просто поговорить. Так, сюда. Алло, алло. Так, слушаю. Доброго дня. Так. Так. Дякую. Добре. До, до, до побачення. Що? Сказав, що це гарна ідея у наші важкі часи. Що такі люди, як я, йому потрібні у Києві. Сказав, приїжджай, будемо обговорювати всеукраїнську програму велике трахівництво. Сказав, у нього і місце класне є під куполом Верховної Ради. То що, може я поїду? Куди? Ну, я куди, до Києва допомагати своїй державі. А я? Так. Так. Сідай. Тепер ти. Мій зам. Ага. У тебе від ратуші двадцять відсотків. І щоб коли я повернувся, ратуша була відремонтована. Добре. Коли ви повернетеся, то десять таких ратуш буде. Йой! Все! Давайте! Давайте! Єгор Григорьович! О, ти, ти, Женя! Господи! Та я трохи прикорнув, бо ці інтерв'ю мене так вимотують. Кошмар! Лучше б ви так на інтерв'ю спали, вместо того, щоб на питання відповідати. А шо таке? Я там все нормально сказав на том інтерв'ю. Я ж цей. Оральний искуситель. Іскусний оратор? А я як сказав. Вы смотрели своє последнє інтерв'ю в новостях? Женя, якщо я буду смотреть все свої інтерв'ю, то хто ж тогда буде работать? Ти шо, я ж работаю. Йогор Григорьович, ви говорили фразу «цветет і пахнет». Конечно, говорив. Це про нашу замечательну область, шо она у нас «цветет і пахнет». Вот така она у нас. Да? А в ефирі було вот так. А скажіть, як у вас обстоят дела з преступністю? Она у нас «цветет і пахнет». А як це вона зробила? Це шо, мій брат-близнец? Нет, Йогор Григорьович, це монтаж. Мій шо, я брат-монтаж? Нет, це видеомонтаж. Когда вопросы меняють местами с ответами. Понимаєте? О господи, шо це таке буває? Ви говорили фразу «и в хвост, і в гриву». Говорив, ну, я говорив це про корупціонерів, шо ми їх і в хвост, і в гриву. Мда? А ваші избиратели увидели вот це. Скажіть, а як ви относитесь к проституції? І мєл я їх і в хвост, і в гриву. А… Не, ну, у мене, конечно, ну, таке було, но я їм про це не розказував. А… Ой, мамочки… Що? Що такое? Вони ж там і про геїв питали. І що ви їм відповіли? Що, я сказав, що в моєму окружінні таких немає, і среді моїх знакомих таких бути не може. Да? А вот як було в ефірі. Скажіть, а среді ваших знакомих є геї? Ой, багато! Практично всі депутати горсовіта. А шо говорить? Я і сам в перших рядах… Це ж як казав про тих, хто бореться з корупцією! Ой, божечки, а куди ж вони про цих геїв поставили? А вот, далі. А среді ваших знакомих є ли честні чиновники? Серед моїх знакомих таких немає. І в моєму окружінні таких бути не може. Ось падли! Ай-яй-яй-яй! Ви розумієте? Вот таким монтажом вони понижають ваш рейтинг! Понимаю! А що ж його робити тепер? Ну, що поділась, це політика! Тут треба бути внимателем, що ви говорите. Єгор Григорьович, зараз фейків більше, ніж правды! Фейків? Да. Слухай, Женечка, а помніш оці фотографії двугодичній давності? Ну, там де я нібито з проститутками, нібито в своїй сауні. Може, то тож фейк? Да нет, це правда. Хоч ми і сказали офіціально, що це фейк. Але тільки тому, що ви год спустя запостили на Фейсбуці фотографії с цими... ...женщинами. Я не виноват, це фейсбук зараза така. Говорить, поділиться воспоминанням, а я как вспомню, я хорошо був. Ну і класно. Ай-яй-яй. Якщо вони будуть задавати каверзні вопросы, ви ручку уроните і я вам подскажу. Хорошо? Ага. Я спрячусь, вони мене не увидят. Ага. 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 Егор Григорьевич, к вам журналисты пускать? Пускать? Ну, конечно, пускать, Егор Григорьевич. Ещё раз. Только, когда сложные вопросы, тогда роняйте ручку. Ага. И постарайтесь однозначно не отвечать на вопросы. Типа, да или нет. Это проще всего монтируется. Понятно? Да. О, то есть, нет. Ой. А шо казать? Мило улыбайтесь, кивайте, отвечайте размыто. В крайнем случае, вопросом на вопрос. Ага. Понял. Понял, Господи. Заходьте, будь ласка. Здравствуйте. Мы немножко опоздали или всё в порядке? Как сказать? Как сказать? Ну, тогда мы можем сразу начинать. Я могу присесть? Могу ли я вам запретить это сделать? Так. Для начала представьтесь, пожалуйста. Нам нужно, чтобы вы представились на камеру. Да-да, вы. Туда. Егор, Егор, Егор. Что, простите? Егор, Егор, Егор. Ой, извините, но ничего не понятно. Ой. Ручка моя любимая упала. Сейчас, секундочку. Что отвечать? Егор, Егор, представьтесь. Вы там ничего страшного нет. Ага. Они потом подставят. Что у вас тут по геям? Кто у вас главный? Егор Григорьевич Крутоголов. Кто у вас всё украл? Егор Григорьевич Крутоголов. Они так не подставят. Это слишком в лоб. Не переживайте, подставьтесь. Ага. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здрасте. Значит, вы Егор Григорьевич Крутоголов, мэр этого города. Ну, тут так написано. Егор Григорьевич Крутоголов, мэр этого города. Забейте, это вы сказали. Чувствую, интересное у нас интервью получится. Итак, Егор Григорьевич, вы уже два срока возглавляете этот город. Все верно? Секундочку. Скажите, возглавляю. Ага, а потом буду гей-парады проводить, возглавляю. С коррупцией боретесь, возглавляю. Ого, Егор Григорьевич, в любом случае они так не сделают. Постарайтесь ответить положительно. Ответ положительный. Но у геев и коррупционеров, главное, не я. Очень смешная шутка. А знаете, я как раз хотела спросить, а вот до того, как вы получили такую высокую должность, чем вы занимались? Секундочку. Тут размыто не получится. Постарайтесь аккуратно уйти от ответа. Ой, Егор Григорьевич, а вы куда? Аккуратно ухожу. Ну, у нас еще не закончилось интервью. А, да, я уже думал, закончилось. Как время летит, время песок, время вода. У вас все в порядке? Во! Вы знаете, нам очень часто задают наши телезрители вопрос. Вы ничего запрещенного не принимаете? Откуда они знают? Немедленно вынырнете из-под стола и скажите, я никогда в жизни не употребляю наркотики. А вдруг они подставят? Не подставят. А вдруг они подбросят? Не подбросят. А вылезайте, да вылезайте, итак, пауза застянулась. Я наркотики никогда в жизни не употреблял, и употреблять не собираюсь. А, я так и поняла. И даже уже не знаю, что и спросить после такого заявления. Обычно после этого что-то страшное спрашивают, что еще и сказать. В таком случае используйте слово «паразит». Это усложнит монтаж. А, ну вот, давайте этот вопрос. Как вы относитесь к нынешнему президенту? Ведь вы же не входите в его политическую силу. Ну, он паразит молодец, конечно. Ну, там, в баскетбол играет паразит. Пошту разносит паразит. Реформы всякие разносит, паразит такой. Скажите, а как, по-вашему, в нашем городе обстоят дела с дорогами? Только давайте я у вас ручку заберу, а то она все время падает. Ёханый бабай чуть голову не разбил. Дороги у нас, Ёханый бабай, чуть голову не разбил, когда ехал. Ага. То есть вы признаете, что с дорогами у нас полный аврал? Чё, да хватит на меня все скидывать. А шо вы на меня все скидываете? Я тут на один работаю. Так, подождите, но ведь дороги, это же ваша зона ответственности. А шо, дуроги-то, наша зона ответственности? А с кем вы там все время разговариваете? Ни с кем, вам показалось. Все, она нас раскусила. Ведите себя естественно. Не настолько естественно. Если будет сложный вопрос, делайте резкие движения. Так монтаж станет заметен. Так, Егор Григорьевич, как вы считаете, тарифы за транспортировку газа для населения, они вообще справедливы? На этот вопрос я не могу конкретно ответить. Сначала нужно провести экспертизу, созвать комиссию, а уже потом, потом я вам смогу на него ответить. Я поняла. Спасибо вам за информативное интервью. Обращайтесь в любое время. Ага. До свидания. До свидания. Дима, срочно в эфир. Ну шо, ну шо, як ты думаешь, як я справу и все? Не знаю, узнаем из новостей. Ага, шо там. Сказали, в эфир пойдет сразу. В срочные новости. Наверное, интересная тема. А ну, а ну, а ну. А ну, давайте на экран сейчас выведем. Экстренные новости. Наши корреспонденты получили подтверждение, что мэр города принимает наркотики в рабочее время. Представьтесь, пожалуйста. Паразит. Егор Григорьевич, как часто вы употребляете наркотики? Вы сейчас под наркотиками? На этот вопрос сложно ответить сразу. Сначала нужно собрать комиссию, потом вызвать экспертизу. И только тогда, и только тогда я смогу ответить. И последний вопрос. К вам можно обратиться, если понадобится достать наркотики? Звертайтесь в любое время. Все. С этого момента я не мой мэр. Боюсь, что после этого интервью вам недолго осталось быть мэром. Я при чем здесь? Егор Григорьевич, это вы все? Женя! 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 Какого хрена? Я не понимаю. Ты чего меня вытащил из клуба? Блин! Такая тучня. Ты меня снял с такой женщины. Там такая... Там такая... Ё-моё... Егор Григорьевич, мы не можем больше откладывать. Нам нужно снять предвыборный ролик. Так они снимали же недавно. Пять лет назад. Пять лет назад? Капец. Как один день пролетели. Но ведь это был прибыльный день, да? Ха-ха-ха-ха. Не свое дело. Так, Женя, я сейчас плохо соображаю. Я три дня не спал. Из-за выборов? Че? А, да-да, из-за выборов. Никак не мог выбрать. Еще мне курнуть, нюхнуть или донать. Короче... Я вам поэтому кофе принес. Не-не, меня это не вставляет вообще. Не-не, Женя, не-не. Егор Григорьевич, нам нужно снять маленький ролик. Маленький. Да какой ролик, Женечка? Ну, ё-моё, у меня нет времени. Мне сейчас надо на ковер губернатору, потом на открытие парковки, потом на закрытие губернатора и на открытие ковра. Егор Григорьевич. Да? Надо. Что надо? Ролик снять для выборов надо. Женя, ну я же не президент, чтоб ролики и снимать. Мне надо, чтобы попроще там ленточку подарить и компьютер разрезать. Все. Наоборот. Еще? А, да, ну наоборот, компьютер разрезать и ленточку подарить. Да? Вы опять перепутали. Конечно перепутал, Женя. Я три дня не спал, ё-моё. Не волнуйтесь, Егор Григорьевич. Есть сценарий, там не сложно. Какой еще сценарий? Я двух слов связать не могу, ты чего? Там слов нет, там только действия. Какое еще действие? Я могу только лежать и спать. Все. Нет, нет, вам нужно выйти в народ. Куда? Ну, к вашим избирателям. Ты за все, что я с ума сошел? Они меня разорвут, как тузик тряп. Я за пять лет, ты, я столько украл. Я ни одной лампочки им не вкрутил. Алло, ты чего? Я это понимаю, поэтому вместо избирателей будут актеры. А они из нашего города? Да нет у нас в городе актеров. Вы ж вместо театров парковку сделали. Да. Там не сложно, смотрите. Вот. Значит, идея какая? Вы идете вдоль людей. Видите бабушку, подходите и обнимаете ее. Дружески боксируете со спортсменом. Жмете руку рабочему. Целуете медсестру, поднимаете ребенка. Запомнили? Да, да, да. Зажимаю медсестру, боксирую ребенка, поднимаю спортсмена. А что, кстати, я его поднимаю? Давай я буду лежать, он меня будет поднимать. Нет, нет, Егор Говорич, вы напутали. Там надо бабушку обнять, с боксером побоксировать, пожать руку рабочему, медсестру поцеловать, ребенка поднять. Все просто. Нет, нет, это очень сложно. Давай что-то попроще, я не знаю. Да куда уж проще-то? Ну, я не хочу бабку целовать, ты не понимаешь, что ли? Ее не нужно целовать, ее нужно просто обнять. Хорошо. Тогда у меня вопрос. Какой? А как? Как я их всех узнаю? Как? Кого? Вот бабку спортсмена, рабочую медсестру, ребенка. Вы серьезно сейчас? Конечно, серьезно. Женя, я мэр, я езжу в тонированном Мерседесе. Откуда я знаю, как эти люди выглядят? Вот, смотрите, мы нарисовали. Бабушка будет старенькая, боксер в перчатках, мальчик в шортиках, строитель в каске будет. А медсестра в халатике? Медсестра хорошенькая? Да. Ну, да. А что я с ней должен сделать, напомню? Вдуть? Медсестру поцеловать. А бабку вдуть, да? Нет. А кого вдуть тогда? Спортсмену, что ли? Не, не, я не буду. У меня принципы, ё-моё. Да никому не надо вдуть. Медсестру обнять, бабку поцеловать, там все просто. Готовы? Сейчас, зови, я сейчас взбодрюсь, и все, огонь. Да. Сейчас я. Ой-ой-ой. Позовите актеров на площадку, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Егор Григорьевич, вот, пожалуйста. Ё-моё, у нас тут митинг, до свидания. Егор Григорьевич, это не митинг. Это не митинг. Это что это? Это актеры. Какие еще актеры? А мы что кино снимаем? Предвыборный ролик, мы только что с вами сценарий обсуждали. А, а я еще думаю, где я тебя видел. Егор Григорьевич, соберитесь. Актеры, значит, пока мэр вам не подойдет, вы с точки не уходите. Стоите на точках. Егор Григорьевич, готовы? Нет. Почему? Кто из них кто? Ну, присмотритесь. Вот это бабушка, спортсмен, рабочий, медсестра и ребенок. Не-не-не, я не запомню. Можно им бейджики повесить какие-то? СМЕХ Приготовились. Егор Григорьевич, я в вас верю, у вас все получится. Угу. Итак, по сценарию. Егор Григорьевич, идите. СМЕХ Все, давай. СМЕХ 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 Стоп! Что вы сделали? Боксировал. СМЕХ Да боксировать нужно со спортсменом. А бабка что, не спортсменная? СМЕХ 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 Поднимите бабушку. А если я бабку поднимаю, ребенка я что, целовать должен? Боже мой, оставьте бабушку. Егор Григорьевич, что вам непонятного? Я же все объяснил. Я... Блин, ну... Что вы запомнить не можете? Да я вообще ничего не могу запомнить. Кому я что даю? Кого я беру? Понятно. Это ж тебе гневзятки брать, подлюка. Мы знакомы? СМЕХ Егор Григорьевич, бабушку, пожалуйста, не пейте. У нас нет дублера. Не вопрос. Обнять ее нужно. Помним, да? Нужно обнять. Приготовились. Начали. СМЕХ Стоп! А куда? А куда? Бабушка, вы куда уходите? А ну его нахрен! СМЕХ Не... 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 Какой он цар от этого урода? Так Я... Пускай идет! Без нее лучше будет! Она какая-то стремная. Рожа красная. Она алкоголичка. СМЕХ Ты скотина! Мне в первом дубле в нос зарядил! Пригласите, пожалуйста, гримера на площадку. Мне бы лучше доктора. Отбой по гримеру. Медсестру на площадку, пожалуйста. Егор Григорьевич, бабушку бить нельзя. Это наш пенсионерский электорат. Бабушку обнять, с боксером побоксировать, рабочему божать руку, мальчика поднять, медсестру поцеловать. Все просто. Что вы делаете? Целую медсестру. Ты же сам сказал, целовай медсестру. Да не эту медсестру, вон ту медсестру. А там еще? Не, мне блондинке больше нравится. Э, Рыжая, иди давай. Сучка, а что бы у дома с режиссером спит? Давай, давай, вот туда остановись. Я сейчас тебе приду. Мы вам заплатим гонорар. Становитесь на место, да, вот там. Прекрасно. Ну что, Егор Григорьевич, еще разочек давайте, да? Да, да. Все, давайте, еще разочек. Так, бабку напомни, я что должен, вдуть или ударить? Лучше бей. Так, давай. Нет, нет, нет. Обнять. Бабушку нужно обнять. Обнять. Запомнили? Так, а послуй? Это дальше. Все. Поехали. Все, понял. Начали. Бабуля. Один-один, падла. Бабушка, что вы делаете? А что, целоваться полез? Я свою честь берегу с молодого. Егор Григорьевич, вы зачем целоваться-то полезли? Ты же сам сказал, обнять, потом поцелуй. Да целовать мне сестру надо, а не бабку. Давайте еще разочек с бабушкой. И давай без нее. Ну, я чувствую, я только ее буду полдня проходить. Она реально как босс уровня в компьютерной игре. Ладно, бабушка у меня была, я потом монтажом поправлю. Итак, идем дальше по сценарию, боксируем. Приготовились. Начали. Что вы делаете? Два-один. Я ни одни выборы не проиграл. Да хватит бабушку бить, не бабушку нужно бить. Со спортсменом это надо делать. Бабушку не трогайте, проходите мимо ее. Да, и дальше по сценарию идем. Хорошо, дальше. Все, все, идем по сценарию. Отлично. Фух, приготовились. Начали. Ни хрена себе. Поменьше не могли найти, е-мое. Ладно. Что такое здоровое-то, е-мое. Что вы делаете? Поднимаю мальчика в шортиках, ну е-мое. А я думала, ты его вдуть хочешь. Можно я ее... Не-не-не-не, Егор Юрьевич. Ну вы разве не видите, это не мальчик. Вон мальчик в конце стоит. Это уже взрослый дядька. А, я же из этого кабана его не видела. Это не кабан, это спортсмен. Спортсменам нужно боксировать. Все, сейчас ты за махач начнется по-взрослому, бабка. На, пиджак подержи, сейчас ты у меня получишь. Я был чемпионом колледжа по боксу. Так, стоп, какой махач, вы с ума сошли? Все. Вам нужно просто, дружески ударить боксера в плечо. А, все? И все. Просто. Вообще не могу. Камера, мотор, приготовились, начали. На! Ты тупи собаку! 2-2, падла! Так что сейчас было вообще, я не понял. Ты же сказал, только актеры. Понимаете, актеров-боксеров у нас не было. Мэры-боксеры есть, а вот с актерами хуже. Это настоящий спортсмен. Я к нему не пойду, у меня одна жизнь. Давай заканчивай со съемкой, и все. Как заканчивать? Мы только полролика сняли, половину электората отсняли. Нам нужно закончить, поймите. Давайте, было, 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 да. Было, было. Поначалу было, да. Проходите дальше и к рабочему, да. Ага. А, ты этот. Помним по сценарию, да? Понятно. Итак, начали. Вы зачем на колено стали? Ну, это же сейчас в мире тренд. Ну, типа, перед черными на колено становиться. Блэйк Лайф с метро, да? Егор Григорьевич, да он не черный, он просто грязный. А, так он... А что с ним надо делать? Руку ему пожать надо просто. На. О, больно. Отлично это было. Дальше поцелуем. А, блин, они до хрена привилеги этим черным. Егор Григорьевич, да не рабочему руку целовать надо. Медсестру надо целовать. А, у нас тройничок. Да какой тройничок, а отпустить его рабочего? Иди отсюда. Тебе ничего не прилетит. Все, дальше с медсестрой. Все. Приготовились. Начали. Что вы делаете? Жму. Я надеюсь, что хоть после этого на медицину выделят деньги. Нет. Егор Григорьевич, не надо ей ничего жать. Медсестру надо просто поцеловать. Не вопрос. Стоп! Да почему в губы-то? А куда? А-а-а, понял. Начали. Егор Григорьевич, почему туда вы целуете? Ну я как бы в ее лице всю медицину поцеловал. Ее надо просто поцеловать в щеку. Так я ж в щечку. В щечку. А, все, все, я обратно. Да. Отлично, это было. Переходим к ребенку. Пошли, я тебе ребеночка заделаю. Пойдем. Куда вы, Егор Григорьевич? Что? Я говорю, к ребенку идите. Нет. А, вот этот? Да. Все, не вопрос. Приготовились. На. Нет. А. Даже не вздумайте. Таирида, аритота. Таирида, аритота. Этого вообще не было в сценарии. А я не помню, что я с ним должен делать. Арито, арито. Ну как же, Егор Григорьевич, ребеночка нужно поднять. А. Начали! Как вы подняли-то, а? Пошел! Опустите, мальчика! Опустить? Да! Ты, маленькое говно! Ты в своей жизни ничего еще не добился! А я мэр, ты понял? Я мэр! Ну что вы делаете? На землю опустите? Что ж ты такой тупой, а? Что ж ты такой тупой, опустись вообще, ё-моё! Егор Григорьевич, ребенка нужно посадить на плечи! А он меня не обослышит? Нет, он этого не сделает! Ну смотри, только попробуй, ё-моё! Берем ребенка на плечи и теперь все вместе кричим «Мы команда!» Готовы? Начали! Да не ори ты так! Он, походу, меня уже обосал! Три-два! Молодец, женучок! Ну бабка, сейчас ты у меня получишь! Нет-нет-нет! Ежите ребенка! Ежите ребенка! Все вместе теперь кричим «Мы команда!» Три-четыре! Пошел нахрен! Команда! Егор, дай денег! Сколько? Триста-пятьсот рейн? Пятьдесят тысяч! Мне в салон нужно! Ты в какой салон собралась? В автосалон? Мы что, машину покупаем новую? Нет, в салон красоты! Я хочу стать красивее! Еще красивее, Яна! Тебе красоты уже вложено на Гелендваген! Ну, Егорчик, ну просто я хочу как-то поменяться! Поменяться? Вообще не вопрос! Смотри, двенадцать гривен! Кардинальное изменение! Можешь один день вот так носить, второй день вот так! Вот разные цвета, разное настроение! Ты всегда классная! Ну? Ну, Егор, ну я серьезно! Серьезно? Окей, гугл, паранжа, купить Киев! Смотри, какая ты будешь красивая, а? Егор, я уродина! Ну, 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 уродина! Ну, не на пятьдесят же тысяч, ё-моё! Я все понимаю, конечно, но на пятьдесят тысяч просто много чего полезного можно купить! Можно, например, над Киевом полетать на вертолете четыре раза! Можно в казино сходить, ну, правда, один раз! Можно по Киевскому парку без маски прогуляться три раза! Ладно, ладно, рассказывай, а что ты там уже хочешь? Вот я ей большой списочек составила! Значит так, я хочу сделать себе губы! А эти что, уже все? Потрескались? Выбрасываем? Нет, ну, у меня просто нет губ! Нет губ? А вот это вот, что это такое? Что это такое? Нет, ну, ну, это обычные губы! А я хочу губы, как у Ленки! У Ленки губы, как у перепуганного лося! Ну, правильно! Потому что она дурочка! Я же хочу пойти в дорогой салон, уколоть гиалуроновой кислотой! А Ленка, жабиха, пошла в обычный салон! И у Колола там коллаген! А он расплылся по всем губам, и все, она уже месяц разговаривать не может! Слушай, давай тебе коллаген уколем, а? Классная штука! Ну, главное, что? Главное, со мной на охоту тебе не ходить! Потому что, ну, и у Петровича сейчас со зрением не очень! Он, если увидит губы перепуганного лося, он шмальнет! Нет, ну, слушай, ну, гиалуроновая кислота намного лучше! И тем более, через две недельки мы сможем с тобой целоваться! Ты что, я не смогу вытерпеть две недели! Давай я лучше тебе пчелку посажу на губу, а лучше целую семью пчелиную! Они тебя покусают, ты придешь к подружкам и скажешь, я красивая! Нет, ну, слушай, ну пчелами я не хочу! Ну, тем более, это больно! А вот гиалуроновую кислоту можно, ее хватит на два месяца! А потом что? Все? Отпадут? Нет, ну, потом повторная процедура! А повторная сколько стоит? Столько же! Янка, у меня только твой бампер обойдется дороже, чем вся морда на мой X5! ты знаешь вообще как мы с петровичем на этих губатых говорим губы есть ума не надо кстати об этом я хочу выщипать брови что с бровями не так я не понял ты что проспорила нет ты хочешь прийти и сказать у нас тут радиации нет игрушка не просто слишком густые вода точно он подосиновики ёжик яблочко понес с такими бровями это не модно ходить понимаешь явно ну ты представляешь себя без бровей вообще так я не буду без бровей я их нарисую то есть эти ты уберешь а новые нарисуешь я на если тебя потянуло на изобразительное искусство давай тебе подарю разукрашку краски ты будешь себе рисовать брови усики пресс можешь хоть дорожку к тёще нарисовать пожалуйста блины и горные не просто нарисую я сделаю татуаж чтобы он подчеркнул мои красивые глаза что все говорили как муж меня любит давай я тебе фингал поставлю люди посмотрят и скажут смотрите как муж ее любит бьет значит любит кстати по поводу глаз я хочу себе линзы цветные красные господи и она а давай мы тебе просто глаза вытащим а там новые нарисуем я вообще пошутил но красные глаза это же так сексуально я на если я в потемках увижу тебя с красными глазами еще и без ровей я обосрусь у меня просто может выработаться рефлекс как у собаки павловой я буду тебя вот так вот ведь все бомболюк будет открываться и капец какой секс ты что ну можно я хотя бы реснички удлиню вот это я вот вообще не понимаю господи ну и горно пойми ну сейчас очень модно удлиненные реснички ну тебя нормальные среднестатистические ресницы а я хочу чтобы все смотрели на меня и говорили о боже какие у нее удлиненные реснички и шо егор ты не понимаешь я так сразу и сказал ну хорошо можно хотя бы родинку удалю где где родинка которая тебе мешает на копчике ее так не видно ах на копчике так может если ее не видно может ее оставить в покое пускай она живет своей родинковой жизнью она же на выборы не ходит мусор за ней не надо выбрасывать фотографирую попу я вот вижу эту родинку и нам не смущает а зачем ты фотографируешь попу я не понимаете что до решила на визу документы отдать что ли или ты решила наконец-то зарегистрироваться в приложении дия нет я просто фотографирую попу что посмотреть она у меня поправилась или похудела это родинка меня бесит а меня бесит то что ты попу фотографируешь я да ну хотя бы сделаю программы лечения волос а что случилось они заболели да они кашляют или у них стопеньки что ну хотя бы просто выровнять волосы ты же завивку позавчера сделала егор новые губы новая прическа слушать давай тебе закажем пересадку головы и все проблемы решаться я опять пошутил ты чего хотя бы вакуумную чистку лица сделаю а это еще что такое ну это такая классная штучка ты знаешь это такой аппаратик его вот так водят по лицу и он высасывает грязь из пор вон пылесос новый купил 2000 ватт бери высасывай что хочешь за одну губы и увеличишь сам себе что-то увеличь он не увеличивает я пробовал жаль ладно ладно давай посмотрим все там у тебя еще змеиный массаж что твоя мама возвращается из нет ну это реально и смейки такие маленьких на спинку кладут и они так делают массажик так назвали это встреча твоих подружек и все так антицеллюлитный массаж ягодиц за тысячу гривен зачем тебе за тысячу гривен если у тебя ягодиц на сотку я просто не хочу чтобы не был целлюлит еще хочу делать омоложение кожи я на давай тебе закажем перетяжку кожи смотри за две тысячи диван сделали стоит как новенький мне иногда кажется что он улыбается что такое фиш пилинг это фиш маком возюкает по морде что ли что это нет это просто вот в аквариум лицо окунаешь и маленькие рыбки обгладывают твою кожу давай я тебя возьму с собой на рыбалку ты опустишь голову речку а раки тебя за одной подстригут ну можно хотя бы я персинг на сосочки сделаю это еще тебе зачем ну короче я читала в интернете что это сейчас очень модно такой вот делаешь здесь крючочек и вешаешь разные брелки я ты такая у меня класс с тобой можно сходить на рыбалку даже не выходя из дома берешь твою селфи палку вот так вот на нее крючок сосочка потом вот закинул вытаскиваешь а у тебя губы как у перепуганного леща поймал леща поцеловал отпустил поймал поцелов отпустил привет соседи здорово здоровье горчик и он слушай я тут хочу омолодиться дай твои яйца я надеюсь куриных господи егор ну конечно же куриные а те для чего ну хочу масочку сделать я с глиной размешаю на лицо положу а ну конечно повоняет немножко но через три часа я прям принцесса янка смотри какая у тебя классная подруга 5 гривен и ты принцесса века оставайся у нас жить янка собирай вещи то шучу я господи люблю тебя люблю валера куда ты понес тот кирпич ну-ка верни его обратно поля ты сколько бетона нахерачил нахрена так нахрена выхрена чего его брата идиоты пласты так майна майна добрый день здорово ты кто такой я джон эдистон архитектор из британии а а мне говорили что вы приедете так что сразу в баню или вы будете что-то постройки смотреть а вы кто а я же егор григорьич прораб окей мистер прораб прораб это ваша фамилия не мою фамилию ты вообще никогда в жизни не вы говоришь поэтому просто прораб ну по вашему экзекьютив вы билдинг продюсер окей тогда мне к вам скажите на какой стадии сейчас находится строительство на стадии получения разрешительных документов куда ты поймёшь а положи это чужми но по чё там вы уже два месяца строить и как же документы покажу одно ж другому не мешает тем более узаконит готовый объект намного проще и дешевле тому подмажем тому занесем и все будет чики-пуки экскюзми а что есть подмажем что есть чики-пуки чики-пуки ну это по-вашему как его отриманья necessary permission building documents по нашему коротко чики-пуки а почему так долго нет документов это же такой важный объект для города то что это важный объект для города ты вообще никому не кажи потому что цены будут в два раза дороже мы замахаемся чики-пукать я ничего не понимаю это нормально у нас это нормально все трудности перевода так у тебя ко мне какие-то есть конкретные вопросы постройки потому что мне надо идти у меня этот экскаватор упал в котлованно сейчас надо искать кран где-то у вас чп нужно срочно позвонить комиссию чтобы они провели экспертизу и выяснили какая техника работает срочно сейчас сейчас позвоню сейчас валера что за твою мать там экскаватор в котловане лежит что вы взяли шмарклю какую-нибудь привязали его и отпиндюрили его на старое место ну и что там эта пинда стоит уберите эту старую пинду поставьте на на место экскаватор да как как то чего она упадет возьмите ее на дверь распилите и подпендюрте двумя двумя такими полупиндами да а экскаваторщика достаньте из кабины напинделяйте ему по первое число и засуньте обратно в кабину пускай у него рабочий день еще не закончился это вы разговаривать так с комиссии да да это у нас на случай чп такая терминология используется это у нас еще наследие с ссср окей окей но комиссии это очень плохо это разбирательство это задержка по времени это очень плохо комиссия уже все решила все договорились все уже чики-пуки можем работать котлован будет дарить до сегодняшнего вечера супер стоп какой котлован вы что два месяца копаете котлован так у нас были проблемы с газом каким газом это многоэтажный бизнес комплекс там не нужен газ то понятно что не нужен газ но мы же просто когда рыли котлован мы зацепили газопровод по проекту труба 100 метров левее да это если проект держать вот так а если вот так как мы держали получается шо труба теперь проходит прямо под нашем здании вот так в принципе это уже эта схема не действительно уже не отвечает действительность то как вы построили кто это утвердил то что как обычно кому-то чики-пуки и за это никого не чпокнули вы можете разговаривать строительными терминами дорогой мой если я начну разговаривать строительными терминами у тебя уши закрутятся в трубопровод понял что вы решили с любой как вы исправили ситуацию пока как фундамент ее бетоном залили то и все а как а если авария и надо ремонтировать ну шо шо ну приедет аварийка буду искать трубу где по проекту она ж вот здесь вот он и раскопают побачит что там и иным а поймут что ее кто-то стыбзил и постелят новую а мы уже врежемся под землей к ним и будем качать газ это это катастрофа это изменение фундамент это нужно срочно завтра же исправить не не завтра не получится завтра шандрия кто-то великий праздник не получится окей после завтра это там после завтра тоже идет варвары потом миланка и потом василя и потом бац и уже выходные окей после выходные после выходные после выходных начинается новогодний марафон он их практически вся бригада закарпаття дуже набожные люди они все празднуют католицкое риздво новый рик православное риздво старый новый рик потом день святого валентина там уже бац и 8 моя березня когда ваши рабочие смогут закончить объект ну когда но они смогут выйти 9 9 березня у них зарплата он и выйдут это очень поздно я сам найду бригаду и цемент тоже найдете а что цемент тоже празднует нет ну те кто его продают он и что же набожные люди почему вы раньше не купили ну почему ну потому что ждали когда будут акции в эпицентре где эпицентр ты что не знаешь это же аптечный продуктовый магазин главное развлечение у нас на карантине у него пятница 72 часа это как 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 у раввина у всех суббота у него четверг почему бы не купить в другом месте другом месте у нас бы денег нахватило у нас же бюджет пошел на борьбу с коронавирусом что как вот у нас же все по бухгалтерии все вот девица тут санитайзеры маски пцр тесты перчатки вы потратите три миллиона на санитайзер это еще по-божески мы могли и 5 закатать в подъездные дороги так что не надо нам удивлений тут здорово григорь вот видите человека маски человек защищен о нем производства заботиться человек улыбается доволен почему он не в каске так это времена такие сейчас без маски дороже чем без каски но если шо какая проверка вон григорьич знает я сразу чик чирик и в домике григорь чай это чё зашел то короче там вопросы есть по смете но не сходится немного не знаю это как твои три миллиона список какие еще три миллиона не знаю никаких трех миллионов григорь что ты даешь ну на которой мы тебе это баню построить петрович ты сейчас вообще не вовремя я тут с человеком общаюсь давай иди 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 это кто да это это сопля жуй да ну которого ты обещал прислать ну чтоб на случай проверки это черную бухгалтерию сожрал ты так он худой сколько он там сожрет это это петрович он наш бультазерист наш смысле бультазерист я вообще-то бухгалтер бультазерист ты петрович сколько можно тебя говорить ему просто плита на голову упала он думает что он бухгалтер давай петрович иди отсюда давай давай а что ты мне глазом-то моргаешь как будто я что-то не то сказал понял чик чирик я так понимаю у меня обед пойду все отчеты сожру куда ты петрой стой я сейчас не могу говорить то привезу я тебе сегодня этот цемент все отстань от меня о вы нашли цемент это не это для другого объекта вы что кому-то строите параллельно другой объект чё это кому-то себе дачу строю во время стройки просто так совпало ну причем я шо заметил что когда у меня у тут стройка то и там строится быстрее им там буквально пару дней осталась техника освободиться и тут стройка расцветет а как же праздники василя миланки новый старый год так у меня штурки работают а им кроме курбан-байрана ничего не интересует и главное до него достроить и все понимаете что это контракт но и согласно ему вы должны сдать объект через месяц уже построенный с подключенным электричеством электричество нам все ягда не бороться это может занять может вот может два я он себе зимний тариф оформляю уже три года никак не оформлю но но я не понимать и господин зеленский обещал правительство гарантировало все утверждено на уровне ес вот представь себе парадокс на уровне ес все чики-пуки а на уровне киевоблэнерго запор так что даже не знаю как тут поступите тут разве что ваша королева может помочь хотя тоже нет она ж приехать не может границы закрыты а в киевоблэнерго нужно личное присутствие понимаешь вот такой факт о отце британский строительный термин да покинь щит яки означает что-то пошло не так и ступит покинь идиот можно просто прав вы что не понимаете это британский контракт ну и у нас нельзя подмазать на лапу и дать кому-то чики-пуки за такие чики-пуки меня могут от пендюрить и высушить а ты швидко вчешься молодец слушай ты главное так не переймайся я так приоткрою немножко тайну вообще на самом деле это долгострой они просто ждут пока поменяется правительство потом обесценят его до банкротства и купят за копейки понял а пошло но все в баню а я тебе сразу говорил поехали в баню а ты смотреть вопросы задавать там петрович уже ждет санитайжер уже разлит и закуска нарезана поехали а это все так да слушаю понял хорошо все да сделаем так у нас там в энергетической сфере проблемы нужен человек человек который сможет это все решить может быть вот этого туда отправим он из новых беспартийный нет 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 из новых никак нельзя даже из старых нельзя понимаешь нужен кто-то такой древний кто-то вот такой прям динозавр но такой который честный принципиальный который может решить любую проблему таких у нас министерстве лет 30 уже не было здрасте 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 а вы кто я покупатель чего а смотря шо продаете говорится у вас товар у нас купец покупец вы наверно что-то напутали здесь не рынок здесь государственное учреждение так мне же как раз и нужна государственная должность какая должность принципе пофиг главное что прибыльная чтобы я вот так вот сейчас чемодан а через год мне 10 понятно охрана не охрана это мелко не куда-нибудь в экологию там в таможню земельный ресурс вот туда куда-то вы что действительно думаете что сегодня можно купить какую-то должность так все так делают это реально удобно вам за это прям респект раньше вот этот надо было упырёныша какого-то в церкви крестить с кумовьями там бухать поздравлять их с праздниками а сейчас все четко заплатил сколько надо гребешь сколько можно я бы на вашем месте уже сайт открыл какой сайт ну этих сайт продаж назвать его там типа брат откат . юэй и конкретно человек заходит туда выбирать должность в корзину продолжить покупочки все мужчина мы должности не продаем это вот сейчас вы не продаете у вас или обед или закончились а когда подвезут мы должности вообще не продаем а ну да ну да ладно пацаны вот тут 2 миллиона давайте деребаньте и камон ты чего суда принесли наличку ну я могу принципе на карту скинут но можно же 5000 только обналичивать в день вы же за и бегаетесь в банкомат послушайте нашей стране должности не продаются а еще у нас взятки не берутся рестораны во время карантина не работают и вообще мы живем в канаде соски возможно раньше такое и было но если это и было то это было неофициально так я против как раз вот этого всего неофициального я как раз за то чтобы все официально через сайт прозора объявляются торги человек дает лям я такой хлоп даю два он дает три я четыре оп продано все я пошел работать на благо народа и своего кармана конкретно вы слышите себя вы же бред несете чё это бред у меня он кум вообще должность губернатора на ой лыксе купил на ой лыксе объявление должность губернатора он сначала думал что это это зэки по телефону разводят оказалось что да зэки но не разводят сейчас губернатором работает а шо а шо вы стремайтесь у вас шо тут прослушку поставили или камуры шо так я звоню в полицию они полиция это тоже мелкаш вообще у меня вот карифан купил же должность начальника полиции я говорю не надо покупать возьми в аренду на один день теперь шо там наркоту порешать и все а у меня мечтать детство ну купил сейчас продать никому не может почти ладно уберите это отсюда что такое что мало вы так и скажите мало там еще нет это немало ну немало все равно берите чтобы у меня ну должность она сдачу можете жену мою сделать там прокурорша или судьей можно я вам задам один вопрос о анкетирование давай вы сумасшедший а что обязательно быть сумасшедшим хотя за посмотри на верховную раду окей сумасшедшим так сумасшедшим только я за эти бабки хочу быть прям самым шибанутым прямо может вам сразу в президенты податься точняк ом уже я не дорос еще а ладно возьму на вырост а шо почем сериал снимать будем какой сериал вы посмотрите на себя вы не подходите ни на какую должность это шо из-за фигуры шо ли ты ты скажи если должность жирная поправиться могу не вопрос могу и похудеть через месяц буду как николаевская корабельная сосна что вы у нас можете купить это камеру в сизо да это я купил уже фигня сейчас в аренду сдаю блин говорили что весной всех будут сажать я приготовился жду а шо а где камера пустует я коммуналку плачу за шо кому я не понимаю может в набу его точняк начальником набу шубя такое сижу губу вы не так поняли вас посадят это тоже обязательное условие и по сейчас посадят потом должность нет это раньше так было сейчас все по-новому а по-новому это как сначала должность потом посадят так это по-старому так послушайте у вас нет никакого опыта ты чё как это нету алё я в школе в к вен играл я могу и корпоративчик и свадебку провести и конкурсы всякие да нет вы не соответствуете профессиональным качествам которые мы требуем а я не понял а чё это сейчас только на мне как появились какие-то требования раньше как-то всех подряд брали а сейчас какие-то требования а лёха посмотрите на кабины верховную раду там же клондай для стерилизации не-не-не-не-не это коррупция уберите мы между прочим одной ногой в европе понятно давай что вы делаете зачем вы штаны снимаете ты же сказал одной ногой в европе я был готов к этому вопросу давай только не ногой я не это имел виду оденьтесь что мне вот просто даже интересно какую вы должность хотели купить ну в идеале конечно это бога помазанника на земле а вы не занимаемся делами церкви причем тут церковь алё я про министром мвд ничего себе вы замахнулись ладно президент фиг с ним но министр мвд у нас там человек уже работает да пусть не работает я ушу трогаю шо ли я просто могу быть постоянном оплачиваемом отпуске послушайте если вы думаете что вы за эти деньги можете купить какую-то должность на которой вы ничего не будете делать а просто получать бабло то вы министр здравоохранения точняк блин это же кайфы какие выхожили все карантин и потекло бабло масочки стерилизаторы перчатки нет 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 ладно нет так нет давай премьер министра черт с ним должность премьера уже куплено занято да а это что через два месяца надо обратиться да почему через два ну обычно два месяца и все нет а шо раньше будет а ну колитесь когда распродажа а какая распродажа ну обычно когда объявляется распродажа должностей так никакой распродажи должностей не будет а понятно как кабмин так только своим да ну да ну да ладно ладно давайте тогда этого госрезерв головой а у вас что есть какой-то в этом опыт я десять лет колодовщиком отработал у меня такие мыши они однажды у меня два вагона телевизоров сожрали хочешь познакомлю не надо наш ваших нашим мышей вообще не надо ну ладно ладно давайте так вот я вам вот этот чемоданчик а вы меня на три месяца в укрзалезнытью главой этой наглядовой рады а не надо мне три месяца я за месяц отобью давайте договорились давай вызывай на бухт вызываем на бухт так всем стоять работает elemento попались самое всё берите его берите его и вот его вот он Jacob вообще не говорю мы за вами 거예요 ничего неkward не имеющие права cụ arteries вы куда то что вы делаете это период Интересная должность. Раздавать должности. Следующий!